здравствуйте дорогие друзья мы получили обогреватель инфракрасный длинноволновой панели энса 750 ватт с терморегулятором встроенным шнуром и вилкой ну сейчас мы будем распаковывать посмотрим как он выглядит скрываем коробку здесь пленки с пупырышка медленно что мы здесь у нас инструкция инструкция и гарантийный талон от производителя штампа дата покупки 21 21 14 урок то есть гарантия инструкции на каком языке так общие сведения русский язык английский еще какие то в общем русский язык есть еще раз напоминаю это панель 750 ватт пиковой мощности с терморегулятором энса что еще значит здесь у нас как экономить электроэнергию вот такая себе памятка вот как вы видите что нужно сделать с освещением с теплоизоляцией с векнем и с пабутовой технике и так далее ну и модельный ряд так дальше инша памятка так где придбаты ну скорее всего это какая-то рекламка да рекламка так вот так вот сама панель взимаем на запасную трубочку вот я поверну к вам лицо вот такая вот по габаритам панель значит в нижней части у нас здесь терморегулятор если вам видно здесь от 0 до 30 градусов ну 5 градусов считается точка неразмерзания панели это если загородный дом где-то куда-то далеко уехали надолго уехали можно оставить панель на 5-7 градусов вот терморегулятор фирмы SEVAL механический здесь есть кнопка включения-выключения на боковой стороне панели надпись внимание не накрывать фирменный значок ENCE вот длина этой панели сейчас мы проверим проверим сейчас так измерим длину подельная 99 сантиметров считаем метр 99 высота 49,5 сантиметров так ширина корпуса 4,5 ширина корпуса сверху считай полтора полтора сантиметра хотя толщина самой панельки как видите это 2-3 миллиметра сзади панели имеем вот такой вот шнур с вилкой который подходит от коробочки с терморегулятором ну и сейчас попробуем подключить панельку непосредственно в розетку можно вывести провод непосредственно в щиток здесь у вас несколько панелей как видим кнопка включения выключения и кнопка регуляции температуры температуры воздуха именно окружающей среды возле панели ну как правило я ставил себе на 25 градусов это комфортный режим как на меня нужно сделать примечание что мы измеряем температуру среды именно возле терморегулятора если взять скажем другой конец комнаты конечно будет отличаться там температура я думаю что где-то на 2-3 градуса меньше поэтому если мы здесь выставляем 25 где-то в углу комнаты может быть 22 вот для меня 25-24 это самый такой вот оптимальный режим как-то мне ну у меня комната здесь 17 квадратов в квартире средняя комната сверху снизу есть соседы комната неугловая на 17 квадратов как дополнительное отопление в многоэтажке в принципе как раз ее хватает как раз хватает я даже бы сказал что ну сейчас пока еще нет морозов но даже вот был минусовая температура минус 8 ночью ее вполне хватало ну вот пожалуй все панели энца считается на сегодняшний момент самые энерго забегательные панели обогреватели бытовые на рынке которые сейчас есть значит средним стрим регулятором она будет у вас брать где-то по паспорту в три раза меньше то есть не 750 а 200 250 ватт в час вот фактически это самый самый низкий показатель потребления энергии сейчас на рынке вот на данный момент такая панель стоит 1500 гривен с терморегулятором без терморегулятора 1100 гривен это если брать несколько панелей выгонит тогда бы оставить один регулятор на несколько панелей вот такой вот регулятор он 16 амперник и можно подключить два с половиной киловатта мощности то есть получается таких панелей где-то три вот видимо она сейчас нагревается вот время разогрева ее сейчас пока держу руку но ориентировочно будет минут 10-15 ориентировочно вот ну пожалуй все спасибо вам за внимание и грейтесь на здоровье энергиозабляющими панелями толщина панели вот можете увидеть какая видите то есть здесь корпус только составляет сантиметр сантиметр и буквально три миллиметра или два толщина самой панели как видите нам технологии еще один важный момент значит панель предназначена на на стену то есть ее нужно закрепить на стену вот и для этого у нее сзади сзади есть специальные отверстия вот вы можете наблюдать их вот значит вот это вот первое отверстие соответственно здесь на этом конце второе отверстие здесь тоже есть отверстие оно рассчитано на провод я так понимаю хотя я бы сюда на всякий случай тоже по одному дюбелю здесь идут дюбеля я так понимаю в комплекте их кстати нету но это очень страшно два дюбеля купить можно вот и соответственно мы имеем расстояние от стены к панели ну где-то вот четыре с половиной сантиметра ну и конечно же изготовитель советует на стену обязательно закрепить теплоотражатель пленку теплоотражатель фольгу желательно потолще потому что есть на рынке разные есть тонкие вот это обязательно это в принципе советуется если у вас соседняя комната или же соседей или же улица чтобы туда не уходило тепло потому что все таки немножко тепла уходит с задней крышкой панели если так вот прикоснуться она здесь тоже горячая вот хотя если у вас там ваше помещение в принципе может греть стену и проходить тепло ваше соседнее помещение ничего страшного я бы в этом случае не закреплял пленку но производитель советует закреплять и обязательно панель не нужно ничем накрывать это противопоказано запрещается по технике безопасности данный инфракрасный обогреватель предназначен для обогрева помещения с с с площадью до 15 квадратных метров если это основное отопление если же это дополнительное отопление ну немножко больше скажем 20 22 градуса в зависимости от теплопотер помещения конечно же значит тип обогрева конвективная инфракрасная то есть фактически в середине панели нет никаких проводов здесь сплав металла нанокристаллический он излучает инфракрасное тепло длинные волны именно именно тот диапазон который полезен для человека поэтому насчет экологичности и влияние на здоровье она позитивно влияет больше того даже я бы сказал улучшает микроклимат вот есть доводы что инфракрасное тепловое излучение именно длинные волны ионизирует воздух в помещении что тоже благотворно влияет на организм человека вот значит температура нагрева 80 градусов по САНПИНу там больше и нельзя плюс-минус 5 градусов изготовитель пишет вот значит если установить на ножках ну спрашивают вот иногда люди ножки в принципе возможно самому сделать что-то такое но производитель выпускает готовую версию называется инфракрасный конвектор когда эта панель дополнительно сзади дополнительным корпусом дополнительной крышкой она более устойчива и она соответственно на лапках вот на ножках такие вот здесь ножки и здесь ножки ну такая панель понятно что с ножками будет дороже на сейчас на данный момент это октябрь 2014 года если панель данная с терморегулятором 750 ватт стоит 1500 гривен с ножками по-моему 2100 гривен вот ну пожалуй пожалуй все ну а да еще один момент если непосредственно сесть возле панели эффект ощущается как бы ну как бы от печки если кто-то когда-то в селе сидел возле печки такой же эффект очень хорошо выгревает очень хорошо прогревает со средины именно человека спину поясницу и так далее поэтому в таких вот лечебных целях возле панельки посидеть очень интересно и забавно